Салам алейкум, добрый вечер. Ну, в первых словах, конечно, я бы хотел отметить тот факт, что территория, на которой сегодня проходил матч, этот великолепный колледж, является главной кузницей нашей страны, футболистов, тренеров, специалистов в области футбола. И мне очень приятно вернуться, ведь много лет назад мы закончили это учебное заведение. Многие ребята, которые играют сегодня в составе Новобахора, также закончили это, я считаю, великолепное учебное заведение, которое давало не только футбольное образование, а воспитывало людей, как нужно быть достойными, как нужно быть патриотами, как нужно любить страну и любить свое дело. Поэтому очень приятно находиться здесь, и хорошо, что колледж Олимпийского резерва совместно с футбольной академией Адыла Ахмедова создали вот такой оазис футбола. И сегодня здесь, можно сказать, уже большой футбол, футбол, который уже профессиональный. И ребята, вышедшие сегодня на поле против Новобахора, показали, что одаренные перспективные парни, которые должны и, я думаю, в будущем будут развиваться, будут попадать в всевозможные сборные, защищать честь страны. Что касается игры непосредственно, то очевидно, что мы немножко сделали эксперименты с составом, дали возможность сыграть всем, у кого не было игровой практики в играх чемпионата. Но главное, что результат, скажем так, удовлетворительный, качество, есть, конечно, претензии, будем еще смотреть. Вот, а в целом, я считаю, что на такие игры объективно трудно настраиваться. Как бы я ни хотел, хотя неоднократно мы говорили нашим парням, что важен матч, мы должны настраиваться, но все равно где-то в подсознании было то, что мы определенные преимущества имеем в классе и не совсем нужно включаться. Включились только последние 10 минут, где уже, естественно, и голы пошли, и качество было особенно в созидании. Здравствуйте, первый вопрос. После матча хотелось быстренько общаться с Адойом Ахмедовым, и он сказал, что нам было важно, чтобы он играл, ну, может быть, в своем практически самом максимальном составе. У нас возникла такая гипотеза, что, возможно, вы как-то поговорили друг с другом, и он попросил вас, то, что, пожалуйста, можно там сильнейших, там, или практически самых сильнейших поставить, чтобы ребятам убирались опыта в матчах с такими профессионалами. Правда? То, что вы договаривались или нет? Нет, никогда ни с кем, ни о чем не договаривались, с командой соперников, но тот факт, что мы вынуждены были играть основным составом, особенно концовку матча, это определяющее. Почему? Потому что мы серьезно относимся к этому турниру, это раз. Мы ставим задачи в этом турнире. И второе, просто у нас больше нет футболистов, у нас всего 14-13 футболистов. Практически мы играем одним составом. Если кто-то рассказывает, что у нас состав, который может с лихвой всех обыгрывать, нет, констатация фактов у нас сегодня, 13-14 футболистов способных решать задачи, а все остальное молодежь, который еще на подходе, скажем так. Поэтому мы не стали рисковать. Плюс это игровая практика, потому что перерыв между турами сегодня 9 дней. Нам нужно было оптимальным составом сегодня сыграть, чтобы они имели игровой тонус. Я неоднократно говорю, я не принимаю в футболе экспериментов. Экспериментов не должно быть. Должна быть четкая, ясная политика, стратегия. Мы видим эксперименты, когда многие с пренебрежением относятся к тому или иному турниру, ну в разных чемпионатах, там европейских, я не знаю, азиатских, если выставлять второй состав. Я подчеркнул, что мы к этому турниру очень серьезно относимся. Плюс парни должны в игровом тонусе быть. У нас было 9 дней между турами. Поэтому и исходя из этого был состав сегодня. А насчет молодых, у нас есть талантливые молодые. Вот сегодня буквально отсюда мы сейчас отправляем в сборную ЮС-17, 4 человека. Потенциально у нас где-то 6 человек. Это большое достижение для Новобахора. Если вы знаете, раньше мало было ребят, участников и членов сборной команд, участников больших турниров. Сегодня двое у нас улетели в Испанию, а четверо сегодня мы делегируем в ЮС-17. Это для нас большое достижение. Вы же смотрели, кого ты из Олимпии себе так потенциально подогнеть? Безусловно, есть талантливые ребята. Мало того, нападающий, который забил гол, это парень Новобахора, который находится в аренде. Сегодня он как раз-таки с двойным усердием все не старался на поле, но мы увидели, что есть качество. Вот это и есть наш, как сказать, ближайший резерв Новобахора в целом. А так, у нас селекция 2-4 на 7, мы все время отслеживаем. Единственное, что у многих контрактов, если у нас есть возможность приобретать или заключать, мы с удовольствием. В Олимпии много талантливых ребят. В Олимпии много талантливых ребят сегодня мы увидели. Вообще изучали игру в Олимпии? Как она вообще сыграла? Что случилось вообще в моменте с пропущенным голом? С пропущенным давайте объективно. Если бы сегодня работал ВАР, гол бы был отменен, потому что было нападение на вратаря. Но окей, сегодня допускал судья борьбу, хорошую борьбу. В принципе, мы должны к этому идти весь наш чемпионат, чтобы уровень борьбы был высокий. Мы выходим на международную арену, и там нам, честно говоря, немножко некомфортно. Скажем так, уровень борьбы там допускается высокий. А у нас в чемпионате нет. Сегодня он допустил, что в разных ситуациях он разрешал играть. Я считаю, это хороший подспорь для всех, если мы будем дальше так. Что касается гола, там объективно, еще раз повторяюсь, было нарушение правила. С вратарями это нельзя делать. Если в поле это допустимо, то с вратарями в штрафной, в вратарской. Он не симулирован, на самом деле он не тот парень, который будет симулировать. Он игрок национальной сборной. Первый номер. Там было нарушение. А по поводу спасения, анализировали, выиграли? А, анализировали. Ну, конечно, у нас была информация. 3-1 они выиграли в первом туре чемпионата в замене. Просмотрели, как они действуют на стандартах, какие приоритеты в игре. Определенная информация у нас была. Мы готовимся ко всем. У нас аналитическая группа готовит информацию даже на контрольные игры. Так что про Олимпик мы имели в виду. Была информация у нас. Ну, считаю, что, конечно, это в первую очередь популяризация нашего футбола на местах. Плюс не секрет, что именно вот в таких играх рождаются команды, рождаются исполнители. И плюс для них есть возможность трамплина двигаться дальше. Я считаю, что это хорошее начинание. И Олимпия к тому пример. Опять-таки, из мирового опыта мы видим, когда аутсайдеры, там даже средние футболисты низших лиг, обыгрывают команды гранды. Это дает возможность развиваться именно футболу на местах. И плюс некоторым футболистам дает путевку в большой футбол. Я считаю, что это хорошо. Продолжение следует... Если честно, судейство я не хочу обсуждать. На самом деле судят люди, которые свойственно ошибаться, как и футболистам. Вообще вся игра футбола построена... Но мы никогда не жалуемся, как это делают некоторые команды. После наших игр начинает свистеть во все колокола пенальти. Правильно поставили, неправильно. Если я сейчас буду констатировать только фактами. В третьем туре мы забиваем чистый гол, который засчитают в любом чемпионате. Нас отменяет этот гол. Во время пробития пенальти, когда мы пробивали пенальти, параллельный игрок соперника набегает с нашим игроком. Эти вещи мы не говорим. А если мы будем эти вещи констатировать... Но, опять-таки, судим свойственно ошибаться. Даже сегодня есть система ВАР, и там тоже свойственно людям ошибаться. Поэтому мы эту тему никогда не поднимаем. Почему-то некоторые считают, что подняв тему, они себе плацдарм для будущего создают. Что судьи дальше не будут их так судить. Ну, я считаю, что жаловаться надо только на себя. Если мы в чем-то и проиграли, то не из-за судейских ошибок, например. Но судейские ошибки свойственны и в нашу пользу, и против нас. Вот я конкретный факт привел. Поэтому давайте судьи оставим в покое. У них сложная профессия. Скажу вам откровенно. Сложная профессия. Доли секунды принимать те или иные решения. Но, к сожалению, у нас сегодня есть, мы видим в последнем туре очень интересные ситуации, что можно все свои минусы сбросить на судей и как раз-таки быть героем. Так не получится. Каждый на своем месте должен доказывать, что он состоятельный. Сегодня вообще какая-то у нас подробная пресс-конференция. Слушай, у нас в играх чемпионата взяли, убежали.